Здравствуйте, добрый вечер. Проходите. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня в новом классическом театре «Лемакс» премьера, в преддверии 160-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова, мы даем спектакль по рассказу, раннему рассказу Антона Павловича «Барыня». Этот спектакль неординарный, и хотелось бы, чтобы зрители, увидев этот спектакль, как говорил Антон Павлович в своих записных книжках, я хочу, чтобы русский человек стал немножечко добрее. Я надеюсь, что зритель, посмотрев сегодняшнюю премьеру, сделает для себя какие-то выводы. Василий Федорович, скажите, пожалуйста, вот рассказ Антона Павловича Чехова, это, конечно, один из ранних, так? Как вы сказали, да, рассказ, он существенно отличается от дальнейших его произведений. И как вам удалось передать атмосферу того времени, вот это именно того состояния души, которая была главного героя этого спектакля? Значит, как вам все-таки коллективу удалось победить тяжелого недостаточно произведения? Да, да, я хочу сказать, что когда я пересматривал рассказы, пьесы Антона Павловича, этот рассказ был написан им в 21 год, когда он еще был студентом медицинского университета. Когда я предложил Труппе этот рассказ, потом сделать пьесу из нее, Труппа категорически была против. Все, кроме одного человека, который сегодня будет играть главную роль в этом спектакле. Потому что он был очень суровый, этот спектакль был безвыходный, там нет выхода из этой создавшейся ситуации. Вот представьте себе, как молодой человек, как у него настолько была мощная энергетика, настолько душа была трепетная, что он смог в этом рассказе поместить всю русскую душу в неоднозначную, противоречивую душу. Душу, которая метущаяся между добром и между злом. Вот как будет сегодняшний спектакль идти, это будет показательно и зрители, конечно, его оценивают. Да, если зрителю понравится, будет величайшая победа вашего творческого коллектива и лично вас. Спасибо, спасибо. Ну, будем с удовольствием смотреть. Да, я надеюсь, что этот спектакль у нас будет долго в репертуаре, потому что Антон Павлович всегда говорил, выдавливайте себя по капле раба. И я надеюсь, что зрители воспримут его, поймут однозначно или неоднозначно. Ну, это уж как зрители настроят себя на сегодняшний спектакль. Всего доброго. У вас всегда неплохо получалось. Спасибо. Я уже ощущения чувствую. Спасибо. И сегодня, в общем-то, многие творческие коллективы Таганрога, вот Антона Павловича Чехова, чествуют своими спектаклями. Да. Вчера в театре имени Антона Павловича Чехова открывался ретроспективный показ Чеховской недели спектаклем «Человек в футляре». Сегодня мы перехватили эстафету по раннему рассказу Антона Павловича, барыня. Так что мы в обойме, мы в культуре города. Это прекрасно. Зрители у нас есть сегодня. И мы ждем с нетерпением, с волнением, как сегодня будет принимать спектакль зрителя сегодняшнего премьера. Спасибо. Удачи вам и вашему творческому коллективу. Спасибо. Всего доброго. У нас мы готовимся к дню рождения Чехова. Я сегодня вел, как бы, такую лекцию в этом самом шахматном павильоне «Чеховы греки». Но я вам доказываю, что без греков, без таганрога греческого Чеховы вообще бывали не Чехов. Хорошо, я вам доказываю в том, сто процентов. Ребенок рождается, дедушка Игорь Михайлович говорит, поздравляю с рождения великого Антония. Что за Антоний? Антоний Великий — это греческий святой, который подвязался в Февоинской гнипетской пустыне. Первый. И имя сразу. На десятый день дедушка Игорь Михайлович писает, поздравляем с крещением Антония. Великого Антония крестили на десятый день в Успенском соборе. Воспременниками были Спиридон Титов, купец первой гильдии, грек, и жена купца третьей гильдии Софья Нопова. Младенчик попадает в греческое окружение. Это, например, спектакль. Я думаю, на греческом. Спектакль будет на греческом. Это, конечно, это идея. Да, то есть на греческом. Слушайте, вот тут дажды мы делали наш спектакль, находит девочка маленькая, она у нас играла на подпись. Уже ей 5-й, она говорит, пойна, а у нас спектакль на русском или на греческом. Друзья, таганрожский поэт Анатолий Боженко, руководитель Литературно-Творческого театра «Адион». Мы сегодня пришли с удовольствием посмотреть на этот спектакль «Лимакс», «День рождения Чехова», «Барыня». И вот предвкушение как раз нового спектакля, примеры. Желаем хорошего настроения. Поздравляем с днем рождения великого земляка. Всего хорошего. Да, отлично. Да, сегодня вот я не играю, я тоже являюсь в театре «Чехова», но пока в данном спектакле не играю. У вас хорошо получалось. А вот Забава, Забава, иди к нам. Забава, иди сюда. Это наша актриса. Это наша актриса, замечательно. Театр «Лимакс». Забава, ты играешь сегодня в спектакле? А в египетском играешь? В египетском спектакле «Эхнатон, горизонт солнца». Тоже? Она на дублёрах пока. А, пока она в дублёрах. Ну ничего, а в каком ты спектакле готовишься играешь? Тристан и Зольга. Тристан и Зольга, вот так играть, замечательно. Да, бабушка всегда очень спектакль о Тристан и Зольга, да. Ждём, ждём тоже. Юная актриса. Молодец. А бабушка играет сегодня? Да. Да? Отлично. Отлично. Подросла, взрослая, какого хорошего. Я последний раз на юбилей, когда был на сцене, снимал. А, точно, когда мы играли, получается, «Обыкновенное чудо». Да, «Обыкновенное чудо», да. Да, да, да. Принцесса. Анатолий же записал спектакль «Оберзон Солнце». А, да, а мы ж так и не видели. Я был, был, был. Нет, мы вас видели, конечно, вы ж нас там полностью. Да, да, да. А мы столько просмотровали. А мы все время у нас ощущение, мы же играли его один раз. А у нас у всех ощущение, что мы играли его два раза. Блинтунг нас спорит и говорит, да нет, мы точно один раз играли. Надо так играть, а такое ощущение, что мы играли его, да, два раза. Почему-то только в телевидении, вы столько эмоций и событий были. Да, не столько. Мы так и перетирывали, что ли? Как раз. Да, как раз Греция была. Только веком у нас впечатлили. Какие впечатления? Не весту и всту и всту и всту и всту и всту и всту и всту. Замечательно. Мои классический театр «Лемакс» приветствует вас. Предлагает вашему вниманию премьеру спектакля по рассказу Антона Павловича Чехова «Барыня». Спектакль идет в двух актах. Под окном, чьего ухо колышется, Посыпая лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, Да поют всю ночь кусалови. Ой, ты песня, песня соловиная, Да чего ж ты за нашу берешь? Нить к любви идет, как окошко длинная, Чуть отстал и вовсе не дойдешь. Отойдешь от счастья, не надышишься, От признаний нежных от любви. Пусть одна черепа колышется, И поют всю ночь кусалови. Пусть одна черепа колышется, И поют всю ночь кусалови. Ах, на твое небыло тихо, туманно, А из-за далеких курганов восходила луна. От реки во все стороны потянулась прохладно, И вокруг не души. Степка, Степка, идите ужина тетя зовет. Степка, Степка, пошли, там же каша. Пошли, да пошли, дрова моя. Пойдем, Степка. А новость-то слыхали? Кучер-то от барыни ушел. Слышал, слышал, слышал. Ушел. А почему же он ушел? Жалования мало оказалось. Сколько ему платили? Десять рублей. Десять рублей? Да, скучно, конечно. А может, нашу? Да девиз танцует. Девиз танцует. А когда? Сказать это, что было, а? Ну и десять рублей платили. Десять рублей. Что он сказал тогда уходи? Ты ушел. Ничего не сказал. Ничего не сказал. Разорвался и ушел. Я бы на эти десять рублей-то, а? Что подъехал? Что подъехал? Что подъехал? Кто подъехал? Правда? Кто подъехал? Подкатила коляска, запряженная парой хороших мятских лошадок. Так ты скажи, кто подъехал? Так кто? Это же парень. Елена Егоровна стрелцала. И кто? И ее управляющий. Феликс Ордамович Ржевецкий. Сюда идут, сюда. Господи. Лена Егоровна, зачем вам нужно было? Зачем вам нужно было ехать? Я бы сам его привел. За кого торчать? Выйди на улицу, бабушка. А я там, барыня приехала. Барыня. Какая парня? Барыня. Здравствуйте, барыня. Здравствуйте. Скажи, на милой, что все это значит? А что случилось? Что случилось? Как что? Разве не знаешь? Степан дома? Степан? Никак нет. А нету Степана. На мельницу уехал. На мельницу поехал. Что он строит из себя? Я решительно не понимаю этого человека. Зачем он ушел от меня? Не знаю, барыня. Не особо знает. Совершенно не знаю. Ужасно некрасиво с его сторонами. Филипсу Адановичу самому теперь приходится напрягать, лошадей править. Ужасно глупо. Да поймите вы, наконец, что это глупо. Жалобни ему показалось мало, что ли? Жалобни. Ах, ну да, Аристос его знает. Нам не говорит. Не говорит. В голову к нему не влезет. Не знаю. Ушел. Не знаю. И все. Своя воля. Наверное, жалобни ему показалось мало. Может и мало. Да. Может и мало. А кто это у вас тут под образами лежит? Под образами кто-то лежит? А, под образами. Да ты там, паренька, Семен. А Степана нет. Степана нету. Степан на мельницу. Он на мельницу поехал. А Семен. Да? Да. Девушка с его стороны. Степан Садамыч. Сколько он у нас получал висок? Десять рублей. Десять рублей в месяц. Если ему мало показалось десяти, то я могла заплатить и пятнадцать. Какие пятнадцать? Ушел, ничего не сказал. Честно это? Добросовестно? Какие пятнадцать, Елена Егоровна? Говорил я вам, говорил, и когда не следует церемониться с этим народом, мы разбаловали этих дабоедов, никогда не следует за разом отдавать всего жалобу. К чему это? Да и зачем? Зачем вы хотите прибавить ему жалобу? И так придет. Он договорился. Нанялся. Ты не ждал. Слышь, мужик? Слышь, мужик? Что? Скажи ему, что он свинья. И больше ничего. Понял? На нем садок и служи. А не уходи, когда тебе вздумается, черт. Я покажу ему не слушаться. И у вас достанется. Слышишь, старуха? Сен достанется. С вами церемонится. Да вы разве люди? Разве вы понимаете хорошие слова? Нет, вы только тогда, понимаете, когда у вас свинья. Сосмощай объем. Сделают вам неприятности. Чтоб гонил завтра. Финиш. Я скажу. Отчего не сказать? Скажем. Сказать можно. Скажите ему, что я прибавлю жалобу. Но не могу же я без кучера. Когда найдут другого, остаток и все уходит, если ему так угодно будет. Скажите, что я глубоко оскорбливаю по невежливым поступкам. Скажем, матушка. И вы, бабушка, скажите. Скажем. Завтра скажу, что был у меня. Хорошо. Надеюсь, не придется посылать замену. Подойди сюда, бабушка. Подойди сюда, бабушка. Возьми, милая. Возьми, милая. Возьми, милая. Что? Тяжело управляться с такими взрослыми детьми? Тяжело, матушка. Тяжело. Но я надеюсь, вы ему посоветуете. И он ссорит завтра у меня. Посоветую. Все спрашиваю. Иначе нам придется поссориться, чтобы было бы крайне. Все спрашиваю. Все спрашиваю. Прощайте. До свидания. Сколько дала? Я говорю, сколько дала? Как это? Труб? Труб дала. Дай сюда. Степан. Что? Вылезай. Уехала. Уехала? Я ей сказал, что ты на мельницу поедешь. Ой, батя. Ты не пожалая страсть. Так чтоб она не доехала, батя. Конечно. Ну ладно, давайте нам на ужин соображать. Ужи соображаем. Мы на ужин, Степан. Семен, где ты? Помогай, давай. Ой, ты мать. Я. Сколько важно? Есть и есть. Есть. Ты восхой, ты восхой, в саду Соловейка. Ты восхой, ты восхой, в саду Соловейка. Ох, я не буду тебе воспевать. Ох, я не буду тебе воспевать. Потерял, потерял я свой голосок. Потерял, потерял я свой голосочек. Ох, по чужим садам летал я. Ох, ты что такое делаешь? По каким чужим садам? Не как-то плачет. Я говорю, не как-то плачет. Успокойся. Малюшка. Малюшка, ну ты что? Малюшка, ну прекрати, ну ты молчай. Пустишь и журнольство. Эх, субтит. Не люблю обиву крику. Ну ребят, и со мной не знает чего, ребят. Ну, ребят, мы себе на дворе, коли угодно. Ребят, бабы, бабы. Папья слеза, капля росы, благо слёз не покупай, даром дядины. Правильно, Ваня. Ну долго будет реветь, ходи успокой. Ванюшка, Ванюшка, ну ты чего? Ну тебе когда говорят старшие, заволчи, заволчи. Что ты, господи, господи? Да нам только сможь в это время. Ванюшка, тебе когда говорят заволчи, заволчи, сволочь. Вот, ну правильно, снили нам и надо, нежда вон. Мария, ваш фор, не маленькое оружие, никуда не денется твой Степан. Чего смеёшься, блин? Я даже смешно вспомнил. В барыня приезжала сегодня. Что говорил, а? Пятнадцать золковых даёт. Ишь ты, и струда! И струда! Я почью, братик. Кабы бы не такую бабу, Высосал бы чертовку, а? Весь сорт-то вышел из неё, а? Стёпа, Стёпа, слишком ты конфузлив. Нашему брату конфузится не рука. Дурак ты! Ух, какой дурак! Так! Листи, мадураты. Бля, твоя баба ревёт! Звучит ревнивая, щекотки боится! Ну, кто смерть не люблю, я вариваю визгнуто! Ну, как ножом режет, а? Бабы, бабы! Ну, какой, блядь, вас бог сорт-то, а? Нет, ну, бля, какой такой стати? Не понимаю! Хорошо! Мерси за ужин, господа почтенные! Фу, шутка, горохом! Мать! Сейчас, блин, за выпить! Я тебе дам менту, Саша! Ну, чтоб сны прекрасные смились, а? Я тебе устраиваю со мной и спать буду. Стёпка! А в барине-то твоей! Тьма тьмущая! Пей! Не хочу! Скот, ты бесчувственный, Сенька! Тьма тьмущая! Ох, что ты, скот, а? Ах, да вонар тьмущая! А-а-а! 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 Иди ты! Это бруска, щ... Ну, чё?! А-а-а! Мне, Бодька, видел! Ты не так с ним, просто пойди по-братски и поговори! А-а-а! Без подкура! Пошли! Бабки-бабки! Ух! Степан! Что? Степан! Что? Прошу тебя вернись, давай отец зовёт! Вернись! Стёпа! Я и тебе говорю, не вернусь! Стёпушка! Нет? Вернусь! Ну, Марьюшка там! Стёпа! Возвращайся, брат! Ну, чё ты там сидишь?! Ну поговорим, как братья! Смотри! Ну, Ст... Степааааа... Стяпааа! Вот, что... А тут речка жуще, птички поют, а людей никого нет, я вот, а... Тракосия душа! Тракосия душа! Эх, стопка! Тракосия душа! Тракосия душа, давай, а? Палом, песо! Угло огромное! Даааа! Был я сегодня у Трофима! Пиво пил? Три бутылки выпил! Хочешь поговорить, Степа? Не хочу! А чего же? Табак хороший! Ах, чаю бы сейчас выпить! Ты у бары не пивал чай? А должен ополагать хороший! Очень хороший! Рублей пять за фунт стоит, не меньше! А ты знаешь, я когда в городе в приказчиках служил, такой чай видал! Одна... А бары не пивал! Ах, чё ты? Сто рублей за фунт стоит! Один запах! Пойдём к барыне завтра! Ну, давай, отстань! Ну, чего ты сердишься? Ну, Стёп! Ну, я же не ругаюсь! Говорю только! Ну, сердиться не след! Отчего ж тебе идти, чудак? Не понимаю! И денег много! И еда хорошая! Чай! Чая много! Цигарки её курить станешь в конце концов! И знаешь... Хорошая она! Со старухой связаться беда! Понимаю! А с этой... С этой-то счастье... Огонь, баба! Ух, огни ли огонь! И шея у ней такая славная! Я... А ежели душе грех? Ох! Грех? Да откуда в этом грех, Стёпа? Бедному человеку ничего не грех! К чёрту в пекло и бедный пойдёт ешь! Конечно, я бедный! Чё не бедный? Чё не бедный? Чё не бедный? И вообще... Не она... Не ты к ней! А она к тебе идёт! Ты пугало-огродная! Разбойник! И рассуждение разбойничает! Стёпа! Счастья своего не понимаешь! Я её цепищу! Не чувствуешь ты! Денег должно полагать у тебя много! Не нужны знать тебе деньги нужны! Нужны! Не чужие, свои нужны! Ты не украдёшь! А она сама... Собственной ручкой тебе их даст! Да что с тобой толковать? Как об стену горохом! Мантифолию на уксусе разводить с тобой-то и только! Будешь каяться, а посленно поздно будет! Я с тобой знать я не хочу! Не брать ты мне больше! Вот и возись со своей Марьей коровы! Что? Марья-корова? Вот такая, между прочим! Ты ты корови, Стёпа! И под башмак не гонишься! Ступай! Ступай подо мной! Тебе было бы вам хорошо! И нам было бы хорошо! С душой, говорю! Счастья своего не понимаешь, Стёпа! Иди! А я и выйду тут бить тебя некому! Для тебя бить некому! Иди за вид, там встретимся! Иди! Иди, говорю! Моя моя корова! Что? А ты в уголокородная! Дурак! Фу! Батя! У меня не слушай! Стёпушка, миленький! Не ходи! Не ходи! Малый я горянный поляк! Так ты ещё понадобился! Забудит она тебя, Стёпан! Не ходи, не люби! Не уби ты, Марьяшка! Не уби ты меня, Стёпан! Люби меня одной! Со мной был повенчал! Со мной оживил! Сирота я! Только ты у него и есть! Марьяшка! Я же сказал, что не пойду! Значит, не пойду! Там даже и не иди! Не ходи, мой любимый! Настя! Что, Марьюшка? В тягости! Детки скоро будут! В тягости! В тягости! Замит! Черт! Замит и тягости! Черт! Стопушка, ты мне гляди на Степана отца жестко, они звери, они люди, ты не ходи. Не пойду, малышка, не пойду. Все, все хорошо, заби, малышка. Пора спать. Пора, пора, пора спать, малышка, пора. Пора спать, малышка, пора спать. В луном сиянии, снега все близко. Вдоль по дороге, для трубой, пучка, учиться. Иди,ди,ди,ди, колокольчий издений. Это звук, это звук, альманникам поправить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Идёшь в барыни завтра? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Альф, послезавтра? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Коля идти, так идти завтра, да пораньше. Небось в школе не чищены. Да не забудь, что 15 обещала. За 10 дней идей. Я никак не пойду. Я тут не пойду. А чего так? Да вот так. Не желаю. А чего же? Знаю, знаете. Смотри, Стёпа, как бы мне не пришлось тебе пороть на старости лет. Ну, дерите, дерите. Можешь ли мне так отвечать? Кому отвечаешь? Смотри, ты, молоко ещё на губах не обсохло. А родителям уже грубости говоришь. А? Я не пойду, потому что не хочу. В церковь ходите. А греха не видите. В церковь ходите. А греха не боитесь. Я тебя стараюсь. Тебе избуновку надо скрыть, альни. Кому за лесом не поедешь? Небось стрельчихе? Денег у кого он взял? Займы. У неё или не у неё? Она лесу даст. Ты денег. Наградей. Пущай других награждать. Мне не надо. Отдеру. Ну и дерите. Отдеру, Стефан. Ну дерите. Ты это верно говоришь? Верно говорю. Побей в бок мою душу, если пойду. А ты что? А ты что? Побей в бок мою душу? Нет. Я пойду. Нет. Не пойду. Нет. Никуда. Не пойду. Нет. Не пойду. Не пойду. Нет. Ладно. Ладно, пойду. Батя мой! Батя мой! Батя мой! И больше наших великих силов нас витрится! Имя твоим да пребудет, Царствие Твое, на земле и на небе! Хреб наш на слушает дайдер на каждый день! И не види нас в измещении! И правдостность отствовала, и прости нам грифи наши, и мы прощаем должникам наших! Во имя Отца и Сына, и сердца, на этом собрады! Ладно, Лёю, ладно пойду! Только помни, батя, Жизни рад не будешь, проклянешь. Для себя пойдешь, не для меня. Тебе новая изба нужна, а не мне. Какой мой батя? Поднянешь ты еще эту плеть! На! Задергался, плечи растеркал. Плечки-то расправил, расхныкался. Реви больше, завтра пораньше пойдешь. Да не забудь, за месяц вперед взять. Да за четыре дня что отработал, Твоей же кобыле на плоток сгодиться. А за плеть не серчай. Отец я, хочу бью, а хочу милую. Ступай к вам. Отец я, хочу бью, а хочу милую. Бог простит. Ульяна! Уля! Где ты попала? Манюшка! Манюшка! Куда ты запропастилась чертовка? Манюшка! Ой, господи, Манюшка! Гляди, стемнела дана. Слышишь? Где у нее несутся тихие, странные звуки? А там у речки, смотри, не Степан ли? Он не тот, как я, топился, топился! Да дура, девка! Река в листе отражает себе небо со звездами. Пойдем, да, Манюшка. Пойдем. Пойдем. Слышишь? 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 Какая вести в аминус? Затружаешься темные мрачные мысли? А на противоположном берегу выселись высокие, стройные топори, окружавшие барский сад. Сквозь них просвечивал огонек барского окна. Барыня, должно быть, не спит. Господи, 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 Слышишь? Барыня, должно быть, не спит. Степан, Степан, вернись! Степан, пожалуйста! Степан! Мама! Мама! Степан, 15 минут. Какие впечатления? Молодцы. Хорошо играют ребята, очень стараются. Да, прекрасно. Молодцы. На душу берет. Чувствую, как Василий учился в Ярославле. Здесь прямо такие русские просторы, Русь. Очень сильно русские мотивы, да? Да. И невольно так окунаются в те времена, да? Да. Как отношение друг к другу было, так построено в обществе. Здорово. Здорово. Прекрасно. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Ваши впечатления от увиденного в первой части спектакля? Очень необычно. Необычная сюжетная линия, очень впечатляющая. Да, как это все передано, нам очень нравится. Очень нравится. Мы часто бываем на подобных мероприятиях. Передадим обязательно всем в школе, учителям, что нам очень понравилось. А Вы именно смотрите коллектив Лемакца или ходите они на другие спектакли, других коллективов? Да, другие спектакли посещаем. Вы представьтесь, пожалуйста. Чеховская гимназия. Чеховская гимназия, учитесь, хорошо. Влада и Лиза. Очень приятно. Хорошо, спасибо. Спасибо Вам.